Всем привет и добро пожаловать снова в криптовселенную. Сегодня мы поговорим про недавний отчет о рынке труда. Если вам нравится наш контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, а также залетайте в наш телеграм-канал CryptoCommons, где мы обсуждаем все главные новости криптовалют и постим все наши замечательные переводы, самых интересных и важных видосов про биткоин и про крипту. Я уже много раз говорил, что мы, кажется, приближаемся к поворотному моменту развития биткоина и я думаю, что он наступит уже на этой неделе. Итак, сразу к делу. Уровень безработицы в США достиг 4,1%. Эта новость не хорошая, не плохая. Вроде бы ничего страшного, в том смысле, что это лучше, чем если бы дело дошло до 4,4% или типа того. Но это также показывает, что нисходящий тренд, который мы наблюдали до этого, похоже, приостановился. С одной стороны, это не очень здорово, потому что нисходящий тренд не продолжился, а с другой стороны, это и неплохо, потому что, ну, это все еще намного ниже того, что было в последние пару месяцев, а там, бывало, доходило до 4,3%. Так что за рынком труда стоит поглядывать. Если посмотреть на уровень безработицы, то тут у нас имеется плюс 150 тысяч, а если посмотреть на детали этой статистики, то мы увидим, что число людей, потерявших работу, на самом деле начало расти. Есть резкий прирост увольнений в этом месяце, можно увидеть, что количество людей, находящихся временно без работы, даже немного снизилось. Но количество людей без постоянного места работы находится на новом максимуме в этом цикле. Дно было на 1,17 миллионов в сентябре 2022 года, а сейчас, в октябре 2024 года, мы имеем 1,83 миллиона. Поэтому за этим тоже стоит следить. Опять же, в этом отчете мы видим смешанные данные, некоторые из них выглядят нормально, некоторые не очень надежными. Кроме того, на некоторые цифры могут влиять такие вещи, как ураган, например, а также забастовки и всякое такое прочее. Все это, очевидно, влияет на эти графики. Просто имейте в виду, что это тоже имеет место быть. На самом деле, из урагана где-то неделю или две, особенно в таких штатах, как Северная Каролина, люди просто не могли подать заявление на биржу труда. Но сейчас количество этих заявлений вроде как упало до обычного уровня. Если мы посмотрим на уровень безработицы по штатам, а я обычно трачу пару минут, чтобы посмотреть на некоторые штаты в отдельности, всегда чекаешь Алабаму, просто потому что она по алфавиту идет первой. Так вот, Алабама на самом деле немного выросла, до 2,9%. Еще всегда стоит чекать Калифорнию, чтобы знать, что там происходит. Здесь без изменений, на уровне 5,3%. Смотрим на Техас и видим, что тоже без изменений, на уровне 4,1%. А также глянем на штат Вашингтон, в котором тоже без изменений. Я всегда смотрю штат Вашингтон, потому что тут безработица росла довольно сильно, но, как мы видим, он в прошлом месяце тоже вроде как выровнялся. Давайте еще парочку посмотрим. Флорида без изменений. Как видите, по многим штатам ситуация осталась без изменений, а эта статистика обновилась где-то неделю назад, поэтому тут нет никаких сюрпризов. Если в большинстве штатов уровень безработицы остался неизменным, то, наверное, можно ожидать, что и общенациональный уровень тоже останется без изменений. В некоторых штатах, например, Connecticut, можно увидеть, что уровень безработицы вообще продолжает снижаться. Это все интересные цифры, потому что, если помните, для замедления экономики нужно, чтобы была просадка на рынке труда в большинстве штатов. Нескольких будет недостаточно. Такое рынок может просто проигнорировать. Но если это все штаты или почти все, то такое рынку игнорировать будет уже сложнее. Так что да, есть и такие штаты, как Connecticut, в котором уровень безработицы продолжает падать. Теперь, если посмотреть на такие штаты, как, например, Delaware, мы увидим очевидную тенденцию к росту, хотя относительно недавно он был стабилен. Давайте еще посмотрим Канзас. Не знаю, смотрели мы раньше его или нет. Тоже ровно. Ну вот, я имею в виду, что можно увидеть, что во многих штатах уровень безработицы сначала рос, а потом замер на одном уровне в течение последнего месяца или около того. Едем дальше. Еще можно посмотреть на количество штатов, в которых растет безработица. Итак, количество штатов, где она за последний месяц выросла, сократилось с 31 штата в последнем отчете до 16 штатов. Так что только в 16 штатах уровень безработицы фактически вырос за последний месяц. И это подтверждает то, о чем мы только что говорили. На самом деле, когда мы чекали безработицу, мне кажется, мы не нажали ни на один из 16 штатов, где она на самом деле выросла. Теперь, если посмотреть на последние три месяца, увидим, что добавился плюс один штат. И получается, за последние три месяца безработица выросла в 35 штатах. Интересно, что у нее есть тенденция достигать дна в начале года, а затем расти в октябре того же года или ноябре, то есть в четвертом квартале. Потом пик в октябре 2022 года, а затем снова пик в следующем году в октябре 2023 года. Но здесь есть еще данные и за сентябрь. Вы можете подумать, окей, это значит, что она уже достигла своего пика. Но, скорее всего, нет. С большой вероятностью мы снова увидим ее рост, когда получим отчет за октябрь, а он подъедет ближе к концу месяца. Теперь, если мы посмотрим на график за шесть месяцев, штаты, в которых безработица выросла, вы можете увидеть, что она обычно достигает дна в апреле, а затем идет пик в четвертом квартале, а затем дно в апреле, затем пик в четвертом квартале, а затем снова здесь, дно в апреле, а затем просто постепенно растет. Суммируя, прямо сейчас за последние шесть месяцев в 26 штатах наблюдается рост уровня безработицы. Можем быстро глянуть, в каких именно штатах безработица растет. Это все в основном западные штаты, и это цифры только за последний месяц. И мы тут видим, что безработица за последний месяц росла в таких штатах к Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Вайоминг, Айдахо, Монтана, Миннесота. Они, как видите, все кучкуются, и вот так типа и ведет себя экономика у нас в стране. Если есть какие-то тенденции, то мы видим их по штатам, которые начинают кучковаться. И для того, чтобы рынок как-то отреагировал, если только это не какой-то внезапный единоразовый пролив, от которого потом нужно восстанавливаться, то это должно касаться большинства штатов. Вот как это выглядело в декабре 2008 года, вот как в декабре 2001 года, а вот август, сентябрь 1990 года, декабрь 1990 года, а вот как это выглядит прямо сейчас. Теперь, если посмотреть на последние три месяца, то таких штатов довольно много. 36 штатов, в которых безработица выросла за последние три месяца. И основные регионы, в которых рынок труда как-то держится, это такие штаты, как Флорида, и несколько на юге, Оклахома, Алабама, Миссисипи и несколько других. Ну и, конечно, Вашингтон и Орегон. И еще на северо-востоке, например, Мэн. За последние шесть месяцев это выглядит вот так. Но опять же, видно несколько кластеров, где безработица растет. Но рядом с ними есть и штаты, где дела по-прежнему идут хорошо. Можно также рассмотреть альтернативные показатели уровня безработицы. Можно глянуть на U1, это процент безработных гражданских рабочих. Здесь у нас более 15 недель безработицы. Это то есть плюс 1,7 процентов. Их количество продолжает расти. Можно также посмотреть на тех, кто лишился работы, людей, которые действительно теряют работы. Их стало больше на 2 процента. Посмотрим также на тех, кого не учитывают как рабочую силу, просто чтобы увидеть вот этот график. Но у меня нет на самом деле какого-то мнения по этому поводу. Далее уровень экономической активности. Еще один момент, который снизился в прошлом месяце. Поэтому я бы предположил, что это на самом деле как-то повлияло на статистику, потому что уровень влеченности был ниже. Давайте посмотрим на число занятых лиц старше 16 лет. Всегда смотрите на годовые изменения. Тут все идет вниз. Но если посмотреть в процентном соотношении, то это все еще около 0,45 процентов. Теперь, если мы посмотрим на уровень занятости, вот тут все становится немного интереснее. Мы имеем сейчас самый низкий показатель за весь цикл по занятости вне сельского хозяйства. Опять же, тут, наверное, есть несколько факторов. Я думаю, повлиял ураган, точнее, оба урагана. Не только ураган Милтон, но и ураган Хелен. И, конечно, сюда же и замостовки, и все такое прочее. Но как бы то ни было, мы в итоге остаемся именно с такими цифрами. То есть всего лишь плюс 12 тысяч. Я думаю, что все ожидали плюс 100 тысяч, а в прошлом месяце вроде было выше 200 тысяч, а потом откатилось обратно до 200 тысяч. Но просто, чтобы вы понимали о том, как это выглядит, если посмотреть по месяцам, то мы увидим, что это наименьший ежемесячный прирост за весь цикл. И очевидно, что предметом серьезного беспокойства, когда рынок прям серьезно напрягается, это становится, когда график уходит в минус. Вот тогда рынок действительно начинает беспокоиться. При отрицательных значениях, как мы знаем, тогда и начинается рецессия. На самом деле можно иметь отрицательную занятость и при этом не иметь рецессии. То есть можно получить отрицательное значение, скажем, в следующем месяце или в будущем месяце, и это все еще не будет означать начало рецессии. Но это может быть своего рода предупреждающим сигналом к тому, что если денежная кредитная политика не смягчится, то рецессия все же может наступить. Поэтому не будет справедливым обвинять Федеральный резерв в том, что они не хотят снизить ставки. Просто я знаю про такие аргументы, что, мол, если все находится на исторических максимумах и заявки по безработице на уровне 220 тысяч, а я знаю, что сейчас они где-то на 216 тысячах, то это может быть поводом для снижения ставок. Но, конечно, не обязательно ждать, когда все уйдет в минус, чтобы начать снижать ставки. В этом может и не быть большого смысла. Однако они все-таки начали снижать ставки. Я предполагаю, что через несколько месяцев мы, может быть, увидим истинную причину этого. Может быть, в течение нескольких следующих месяцев у нас будут отрицательные значения, и тогда это будет как бы ответом на то, почему Федеральный резерв вдруг стал понижать ставки. Но, опять же, они между молотом и наковальней, потому что, независимо от того, что они делают, рынки настолько нестабильны, что в любой момент вы можете сказать, что они приняли неправильное решение и окажетесь правы. Но да, 12 тысяч – это, конечно, так себе. Было бы, конечно, интересно узнать, что там на самом деле происходит. Потому что если глянуть занятость среди частных лиц, то мы тут увидим отрицательные значения впервые за этот цикл. Представляете, минус 28 тысяч рабочих мест. Это первый раз, когда у нас отрицательное значение по частным лицам с 2020 года. Так что тут есть о чем подумать. Если посмотреть занятость среди госслужащих, по месяцам она упала, но всего на 3 тысячи. То есть, если смотреть по годам, то она все равно выросла. Все равно выросла, то есть плюс еще сколько-то рабочих мест. Можно еще посмотреть на производство. Здесь минус 46 тысяч рабочих мест. В строительстве здесь добавилось 8 тысяч рабочих мест. Но интересно, например, что в сельском хозяйстве общее количество рабочих всего 12 тысяч, а при этом общее количество частных рабочих мест фактически минус 28 тысяч. Но в этом цикле все по-другому, да? До этого мы имели рост, а здесь впервые началось снижение, которое продолжилось до 4 квартала 2024 года. Если посмотреть на уровень занятости в частном секторе, вне сельского хозяйства, то количество рабочих мест увеличилось. Но это данные научно-исследовательского института автоматической обработки данных, ADP. Я больше доверяю другим источникам. ADP обычно выдает противоречивые данные, мягко говоря. Но и тут, смотрите, есть рост. И если посмотреть на весь год, то до нуля все еще далеко. Это радует. Что не радует, так это общее число кадровых сотрудников. С марта 2022 года наблюдается тенденция к снижению, но еще тревожнее то, что, похоже, это падение в последнее время даже немного усилилось. Если посмотреть, скажем, на изменение этого показателя за месяц, то мы видим, что это самое большое падение за один месяц с апреля 2021 года. Если посмотреть за весь год, то мы видим, что он опять начал падать. Да? Да, начинает падать. Он и был отрицательным, но уже выравнивался, а теперь снова идет вниз. Те, у кого больше одной работы, у меня нет четкого мнения по ним. Просто показываю этот график вам, чтобы, может, вдруг вы захотите нажать на паузу и изучить детально. Объявление о вакансиях. Вот это интересно, потому что с мая все было относительно ровным. С мая действительно ничего не поменялось. Это у нас вакансии на платформе Indeed. Этот индекс был где-то около 111, 112, почти полгода. Но если посмотреть на последний месяц или два, то мы увидим, что количество вакансий на Indeed действительно сильно упало до... вернулось на 109. Это уровень февраля 2020 года, то есть до пандемии. Так что если он когда-нибудь дойдет до 100, это будет означать, что он вернулся к доковидному уровню. Количество вакансий сократилось на приличную величину, на самом деле на 418 тысяч. Если так подумать, например, в прошлом месяце, когда они росли, мы говорили, ребята, это скорее всего просто часть более масштабного падения. Я бы очень внимательно следил за этим в следующем отчете о вакансиях, потому что количество вакансий фактически достигло пика в марте 2022 года, когда начался цикл повышения ставок. А сейчас мы получили данные за сентябрь, когда ставки начали снижаться. Так что в идеале количество вакансий больше не будет снижаться, показывая тем самым, что возможно снижение ставок имеет влияние. Это данные о вакансиях за сентябрь. Количество размещенных вакансий в сентябре, а данные о вакансиях за октябрь придут только в конце месяцев. Будет интересно на них посмотреть, но это 7,44 миллиона. Что еще мы можем сделать, и на что я всегда обращаю внимание, это на самом деле посмотреть общее количество вакансий на одного безработного. И как можно увидеть, оно немного снизилось, но все еще выше одного. Все еще на уровне 1,09. Так что, исходя из этих данных, вакансий все еще больше, чем соискатели. Обычно на это идут комментарии типа, а как можно доверять этим данным? Но, ребята, дело не в этом, а дело просто в том, чтобы следить, понимаете. За этим следит Федеральная резервная система, а мы знаем, что их действия будут основываться на этих данных. А то, что Федеральная резервная система делает, это то, что, мне кажется, обычно волнует рынки. И чем больше этот показатель падает, тем больше мы вправе ожидать смягчения кредитно-денежной политики. А мы продолжаем. Мы можем посмотреть на увольнение, что там у нас с количеством увольнений, а оно снова упало. Я думаю, это, наверное, одна из самых больших проблем на рынке труда сейчас, что люди действительно не уходят работы. Я не имею в виду, что это плохо, но это просто означает, что они не уверены, что смогут найти новую работу. Или, может быть, они пытались устроиться на другую работу, но их просто не взяли. Так что количество увольнений сокращается, и это должно вызвать беспокойство. Но, опять же, самый важный показатель, это все-таки уровень безработицы и все остальное. Это просто попытка выяснить, что будет дальше происходить с уровнем безработицы на основе разных других показателей. Но я думаю, что это то, что волнует рынок. Как видите, число уволившихся и уволенных выросло до 1,83 миллиона, так что, по сути, сейчас все вернулось к нормальным временам. Ну, хорошо. Первичные заявки на пособие, это один наиболее, точнее, наименее тревожных показателей, упал до 216 тысяч, так что вот этот всплеск здесь, скорее всего, действительно был связан с ураганом. Если посмотреть на такой показатель, как количество штатов, где заявка на пособие к размеру населения выше определенного процента. Так что, если мы выставим 0,1 процента, то увидим вот такое, вот такие нисходящие верха в течение довольно длительного времени. Обратите внимание, что обычно всплеск идет к концу года и к началу января. Мы видим здесь четвертый квартал 22-го, четвертый квартал 23-го, так что, вероятно, будет всплеск и здесь в четвертом квартале 24-го. Я думаю, что важно, так это то, будет ли здесь еще один более низкий максимум или это будет уже более высокий максимум. Можно увидеть, что в июле, как правило, бывает еще один меньший всплеск и максимум 2023 года был немного ниже, чем максимум 2024 года. Есть такое предположение, что, возможно, всплеск в четвертом квартале по этому показателю может быть выше, чем в прошлом году, потому что средний цикл или всплеск в середине года были выше, чем в прошлом году. Если вы посмотрите на карту первичных заявок на пособие, нормализованную по численности населения, то красными будут в основном только все эти штаты. И обычно это происходит в ноябре-декабре, когда некоторые, особенно северные штаты, начинают проявлять некоторую обеспокоенность. Вот так это выглядело в августе 2022 года, а затем вот октябрь, но затем к ноябрю-декабрю это выглядело вот так. Это то, что касается количества заявок на предоставление пособий по безработице по разным штатам в 2022 году. Если мы посмотрим на 2023 год, вот как это выглядело в октябре, ноябре и декабре. Сейчас октябрь, и я предполагаю, скорее всего, мы увидим очень похожую тенденцию, когда количество первичных заявок станет расти, особенно в некоторых из северных штатов. И тогда вопрос в том, перейдет ли это на другие штаты или останется в границах этих штатов. Давайте посмотрим на количество штатов, где процент первичных заявок на пособие растет от года к году на 30%, точнее как минимум на 30%. На самом деле он даже снижается в последнее время. И давайте также взглянем на карту. Переключим минимальный прирост всего на 10%, чтобы увидеть, какие штаты по стране самые проблемные. Можно таким образом определить, где у нас в этом смысле все больше всего проблем. Повторные заявки были относительно без изменений в течение долгого времени, только что достигли нового максимума цикла пару недель назад. Но опять же, при таком низком уровне первичных заявок, это все еще говорит о том, что количество увольнений выросло не так уж сильно. Поскольку число заявок растет, можно предположить, опять же, что людям просто сложно найти новую работу, что также очевидно на графике найма здесь внизу, который немного вырос за последние пару месяцев, но все еще находится в нисходящем тренде с февраля 2022 года. И мы еще, конечно, можем посмотреть на индекс условий на рынке труда Федерального резервного банка Kansas City. Он продолжает падать. Честно говоря, не такой уж интересный показатель. Я имею ввиду, что эта штука очень неповоротливая. И здесь показано многое из того, о чем мы уже говорили. Это просто своего рода объединенный график многих показателей. Дальше, я думаю, стоит посмотреть на индикатор рецессии, правило SAHM. Обратите внимание, что был сигнал пару месяцев назад, но потом он просто как будто развернулся в обратную сторону и опустился ниже 0.5. И если вы посмотрите на количество штатов, где правило SAHM сработало, то оно на самом деле снижалось с мая и немного выровнялось здесь в августе и сентябре. Так что посмотрим, как дела пойдут в четвертом квартале. Здесь вы можете видеть карту того, где сработало правило SAHM. Интересно, что это в основном центральная часть страны, где оно сработало, и еще в паре каких-то случайных штатов. Но, похоже, вот это и есть самые проблемные регионы. Индикатор вероятности рецессии немного вырос до 1% по состоянию на сентябрь. Все еще относительно низкий, но уже 1% в сентябре этого года. Ну так вот, как это все влияет на рынки? Ну, конечно, в первую очередь нас интересует биткоин, и с ним происходит что-то неоднозначное. Он все еще держится в районе 70 тысяч. После спада вот здесь мы наблюдали резкий скачок роста. Давайте посмотрим на часовой график, чтобы вы могли понять, о чем я говорю. Итак, вот был спад. Точнее, нет, это было где-то здесь. Да. Итак, произошел откат, биткоин подскочил, а потом снова упал. И какого-то настоящего сигнала пока не было. Я имею в виду, что сейчас быки и медведи борются за то, что произойдет дальше. И как я уже сказал, я думаю, что эта неделя, наверное, будет решающей для биткоина. Я думаю, не так важно, что произойдет сегодня или завтра, а надо будет смотреть на закрытие недели. Посмотреть, продлится ли эта тенденция на следующей неделе. Я имею в виду, что следующая неделя тоже будет важной. Там у нас выборы в Соединенных Штатах, а еще на следующей неделе заседание комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы. Это тоже интересное событие. Но я думаю, вопрос заключается в том, сможет ли биткоин как-то продолжить это движение или это реально фитиль. Мы много говорили о двух взглядах на биткоин с точки зрения цикличности и под углом денежно-кредитной политики и задавались вопросом, что из этого в итоге возобладает. И очевидно, участники рынка тоже спорят о том, что будет решающим фактором. И честно говоря, я думаю, что рынок тоже может повлиять на такие активы, как биткоин. Он может повлиять на него иначе, чем, скажем, на другие активы, такие как альткоины. Помните, в четвертом квартале 2016 года биткоин вырос, а рынок альткоинов упал. Опять же, я не знаю, произойдет ли это сейчас. И, кстати, меня многие убеждали, что не может быть такого, чтобы биткоин рос, а эфириум падал. Однако в прошлом месяце именно так и было. Биткоин вырос на 10,88%, а эфириум упал на 3,38%. Так что это нельзя исключать. Такое тоже возможно. Вполне вероятно, если эфириум упадет в четвертом квартале, что было моим базовым сценарием, а именно, что он упадет в ноябре и декабре, то, скорее всего, биткоин тоже пойдет вниз. По крайней мере, это было бы наиболее логично. Но нельзя отрицать, что в 2016 году, когда эфир падал, биткоин рос. И снова, это про то, что, ну, на рынке не всегда должна быть логика. Я имею в виду, что это может быть иногда простая история, типа как раз рынок труда в порядке, то и снижение ставок особо не будет. И поскольку эти снижения ставок, то есть, если посмотреть на вероятности прямо сейчас, то можно увидеть, что рынок по-прежнему верит, что ФРС даст рынку только 25 базисных пунктов снижения ставок. И я думаю, что проблема для рынка альткоинов в том, что это, вероятно, недостаточно. То есть, если посмотреть на пары к биткоину, как я уже говорил ранее, я думаю, что там будут проливы в конце года, а еще мы только что получили самое низкое месячное закрытие по парам к биткоину за весь цикл. Есть много разных мнений про медвежий рынок и бычий рынок. Нужно уточнять, о чем вы именно говорите. Если вас интересует только падение альткоинов к доллару, вы можете возразить, ну да, они же были в бычке, но если вас интересуют действительно важные вещи, то есть цена биткоина к альткоинам, то медвежий рынок для него еще даже и не заканчивал, понимаете? Сколько я сделал видео, про расчеты альткоинов, где я конкретно говорил, что рассчитываю альткоины в паре к биткоину, а не в паре к USD, но многим людям это трудно понять. Иногда я публикую твит со словами типа «Эфириум, биткоин может скоро достичь дна, но даже если это произойдет, эфириум к USD скорее всего упадет еще ниже», а мне люди потом говорят, что это их путает. Хочется спросить, ну а в чем именно ты запутался, эфириум к биткоину отличается от эфириум к USD, но для многих людей это почему-то трудно осмыслить. Но как только вы разберетесь с этой частью рынка, все остальное становится понятным. Может быть многим людям потребуется полный цикл, чтобы понять это, но если вы просто держали много разных альткоинов в течение последних трех лет, то многие из этих альткоинов в основном находятся на своих минимумах 2022 года. То есть не так уж они далеки от своих минимумов, тогда как биткоин все еще очень близок к своему максимуму. Понятно, биткоин на 70 тысячах. Вот почему это важно, понимаете. И что интересно, в прошлом месяце пары альты к биткоину открылись на 0.4, а потом у них было минимум на 0.35. Я много-много раз говорил, что думаю, что пары альтов к биткоину дойдут до 0.25, поэтому если скажем в ноябре мы увидим, как пары альты биткоин упадут с 0.35 до 0.3, а затем в декабре возможно с 0.3 до 0.25, то мы окажемся на вот этой горизонтальной линии на уровне поддержки для пар альты биткоин. И в этом в лучшем случае, а не в худшем. И это к концу года. И это то, о чем я говорю уже довольно долгое время. Теперь еще одна вещь, которую следует рассмотреть, это кривая доходности. Потому что, если вы посмотрите на доходность, я повторял это снова и снова, что длинный конец коевой доходности в четвертом квартале скорее всего вырастет. И вы можете видеть, что даже сегодня десятилетняя доходность просто продолжает устанавливать новые локальные максимумы. Я об этом как раз и говорил. Я также говорил, что доллар вырастет в четвертом квартале. И все потому, что они сильно коррелируют друг с другом. Это означает, что если доходность будет расти, то я бы предположил, что и доллар вырастет. Так и произошло. Я неоднократно говорил на ютюбе и в твиттере и ITC премиум, что хотя я побычи смотрел на доллар, я думал, что он задержится вот здесь на одну-две недели. Прошло уже около недели, он может тут побыть еще одну неделю, но не обязательно. Я думаю, что доллар продолжит свой восходящий тренд когда-то в ноябре и это, вероятно, затормозит рынок альткоинов, особенно в парах к биткоину. Но если посмотреть на доходность, и если помните, в августе на рынках была своего рода паника, и это на самом деле произошло примерно в то время, когда биткоин был в просадке где-то здесь. Было падение в августе, и в связи с эфиром я говорил, что у него были просадки в 2016 в апреле, августе и декабре. Вот у нас апрель, август и декабрь, а вот у нас в этом году апрель и август. И я думаю, что в декабре нас ждет еще одна просадка. Интересно будет посмотреть, какое у людей будет на это объяснение, будут ли говорить про инверсию трехмесячной и десятилетней доходности, потому что если посмотреть на трехмесячную доходность, то сейчас она 4,522. Если посмотреть на десятилетнюю доходность, она 4,339. Так что они всего в 20 базисных пунктах или около того от деинверсии. Можно даже посмотреть здесь, набрать вот так, США, 10 лет минус США, 3 месяца, и увидите, о чем я говорю. Вот вообще в 18 базисных пунктах от деинверсии. И поэтому мне не хочется, чтобы люди, если к тому времени начнется просадка, вдруг схватились за голову, типа, о черт, что это такое? Есть огромный шанс, я бы сказал, что есть очень-очень высокая вероятность, что с асетами типа эфира произойдет следующее. Продажа где-то в ноябре-декабре, затем возвращение на этот уровень где-то в декабре, а затем снова рост. Понимаете, люди будут на измене из-за инверсии кривой доходности, а затем эфир отскакивает и начинает расти еще больше в 2025 году. Поэтому я хочу, чтобы люди знали об этом. Поэтому давайте просто посмотрим, как биткоин подойдет к недельному закрытию. Я думаю, вопрос главный стоит так. Это просто фитиль или это что-то больше? Может ли биткоин снова скакнуть вверх и нивелировать просадку? Прямо сейчас, если вы посмотрите на эту линию тренда, которая выглядит максимально спекулятивно, потому что мы просто соединяем фитили, соединяем тела свечей, но она лишь немного выше этой линии тренды. Давайте посмотрим, сможет ли он закрыться выше нее. На самом деле, я больше смотрю сейчас на общую рыночную капитализацию. Если посмотреть на нее, то можно увидеть, что она не последовала за биткоином, когда он пошел наверх. И поэтому я думаю, что имеет смысл посмотреть, как будет вести себя здесь общая рыночная капитализация, что-то вроде перевернутой идеи доминирования USDT. Если посмотреть на доминирование USDT, напрашивается вопрос, это просто ложный выход ниже линии тренда или он начинает расти. Я думаю, что это самое важное, о чем нужно сейчас думать в отношении этих рынков. Потому что, как я сказал, эта неделя будет решающей. И она будет волатильной. Это будет решающая неделя. Поэтому, я думаю, все, что произойдет перед закрытием недели, будет очень важно для понимания того, какой взгляд в конце этого квартала преобладает – про цикличность или про кредитно-денежную политику. Из этого мы можем сделать вывод о том, как будут развиваться события дальше. А затем, на следующей неделе, мы вероятно увидим этому подтверждение или опровеждение. Короче, через неделю мы скажем «Окей, вот это наиболее вероятное развитие», а на следующей неделе мы скажем «А вот и подтверждение этому». Опять же, на следующей неделе много всего – заседание комитета Федеральной резервной системы, выборы. И почему я говорил, что доллар может застрять на этом уровне – это как раз вот эти все важные события. Я ожидал, что доллар, вероятно, застрянет как раз перед всем этим, и так оно и произошло. Но я действительно думаю, что позже, в ноябре, возможно, самое позднее, на второй неделе, он снова начнет расти, и это должно затормозить пары альткоинов к биткоину. Если вам понравился контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, также подписывайтесь на ITC Premium. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Пока.